В суде родственники обходят друг друга стороной. Отец Анастасии Петровой делает несколько попыток поговорить с зятем, но диалог так и не случается. Владимир, отец обвиняемый, пришел на слушание неспроста. Он считает, что привлечь к ответственности нужно и отца погибших детей. Что такое мочегодное? Обезвоживание, потеря рассудка, бред. В это время и произошла эта трагедия. Все случилось в декабре 2022. За день до убийства муж обвиняемый уехал в Челябинск область к родителям. Согласно материалам дела, Анастасия Петрова задушила троих детей. Двух сыновей 10 и 15 лет и полуторагодовалую дочь. А в квартире оставила записку. Пошла на крайнюю меру ради спасения детей, в которых селились бесы. Незадолго до трагедии, признаются соседи, они слышали в квартире неестественные крики и странное пение. Я слышала такие горловые какие-то звуки. Очень долго меня это напрягло. Думаю, может кто-то медитирует, может кто-то для детей сценку ставит. Сегодня на заседание пришла и свекровь Анастасии. По делу она проходит как законный представитель отца погибших. От комментариев женщина отказалась. В ходе медицинской экспертизы у обвиняемой выявили временное психическое расстройство. Со слов отца она находится в психиатрической больнице Казани. К слушанию ее подключили по видеосвязи. Согласно заключению психиатрической экспертизы, женщина не может осознавать фактический характер своих действий и руководителями. В связи с этим гражданка нуждается в направлении на принудительное лечение психиатрический стационар. Отец обвиняемый хочет выступить в данном деле законным представителем. Однако сама Анастасия против. У нее уже есть законный представитель и ее сестра. За убийство троих детей может грозить до 20 лет лишения свободы. Мужчина все-таки надеется, что Анастасия сможет избежать тюрьмы по медицинским показаниям. Анастасия Граули и Александр Гамзяк. События ОТВ.